и к российским миротворцам, и, конечно же, к нашим властям. Я гражданин Арцаха, и позади меня находятся горы Аскеранского района. Вчера произошла очередная ситуация, которая тревожит весь Арцах. А именно, азербайджанский солдат подошел с пистолетом и начал просто расстреливать мирных жителей водоканала, которые работали и выполняли там свою работу. При этом трое из них серьезно ранены, и один парень, 22-летний, погиб. Его зовут Мартик. За октябрь и ноябрь было три серьезных ситуации, когда погибали мирные жители Арцаха. Причем стоит отметить, что грубое нарушение было с азербайджанской стороны, а не с армянской. И, наверное, эта ситуация должна же говорить о чем-то. А именно, то, что нужно уже узаконить ношение оружия для жителей Арцаха. Но вместо этого пару месяцев назад приходили полицейские и искали здесь оружие у местных жителей. Зачем искать оружие у местных жителей? А что делать местному жителю, если к нему в дом зашел турок? В Мартакерте же зашел турок. Значит, подобные ситуации будут продолжаться. И, во-первых, они будут продолжаться именно из-за пассивности российских миротворцев. Я сейчас на полном серьезе. Это для тех, кто находится далеко и в лодке не понимает ситуацию. Местные полицейские армия, они приходят в дома армян и пытаются найти оружие. Зачем конфисковывать и зачем забирать оружие? Когда вражеский снайпер убивает свободно мирного жителя, а под шуши, когда люди работают и выполняют свою работу, один гаденыш подходит и просто расстреливает с пистолета мирных жителей. Поэтому это просто объективное мнение, что нужно наконец-таки просто узаконить для местных жителей ношение оружия. И я скажу прямо как есть. У меня лично, я не говорю за всех жителей Арцах, у меня лично нет никакого доверия к российским миротворцам. И оно лишь может появиться только в том случае, когда они хотя бы начнут что-то нормальное высказывать, чтобы подобного не было. Но когда российские миротворцы молчат, значит дают повод, чтобы в будущем еще подобные инциденты были. А знаете, какие инциденты еще могут произойти за то, что российские миротворцы вот так вот пассивно молчат? А я вам скажу. Я уверен, в ближайшее время азербайджанин зайдет в армянское село ночью и убьет мирных жителей. В том числе бабушек и дедушек, как они это делали неоднократно. И это будет происходить только лишь потому, что российские миротворцы пассивны в этих вопросах. Я лишь вижу, что российско-турецкий центр в Агдаме, он наблюдает только лишь за армянами, чтобы армяне ничего подобного не делали. Но он не наблюдает за азербайджанской стороной. И давайте подытожим. Первое, что подобных ситуаций не было. Нужно узаконить ношение оружия в Арцахе. Или это будет происходить. Второе, нужно наконец-таки разрешить укреплять наши посты. Для тех, кто не знает, наши посты реально не разрешают укреплять. Это просто очевидный факт. Я часто бываю на постах и знаю, что говорю. Как уже я сказал, у меня лично, лично у меня нет никакого доверия к российским миротворцам. Оно лишь может появиться только в том случае, если российские миротворцы начнут действительно, по-настоящему, искренне реагировать. Чтобы этого не было, российская сторона должна показать свои зубы. Если будет продолжаться подобная пассивность, будут продолжаться подобные инциденты. Потому что это азербайджанцы зажигают. Ну, никакой реакции фактически не сделали. Сделали вид, что вот, мы посадим того снайпера и так далее. Значит, можно продолжать. И подобные ситуации будут. Поэтому я вижу только два выхода из этой ситуации для того, чтобы был мир. Первое, это узаконить ношение оружия для жителей Арцаха. Второе, это когда российские миротворцы наконец-таки перестанут просто молчать. Я далеко не самый умный человек и не претендую на истину, но есть очевидные факты. Но если это будет дальше продолжаться, уверяю вас, все меньше жителей Арцаха, которые хотят жить в Арцахе, будут уезжать. И, конечно, это только приятно на душу сейчас слышать азербайджанца. Я думаю, у нас сегодня все. И, конечно, это все. ... И из-за того, что мы сняли на тему, «Зорвавленный рэд» — это был не только, но и за это, что мы сняли, что мы сняли на тему, не только, но и за это, что мы сняли на тему, ... Это очень многое оборудовательной журналисты, что я думаю, что с уллиток-сосударный оборудок, но в 2007 году мы занимаемся в первую очередь, потому что, как я смотрел, некоторые предоставки я имею ввиду. Поэтому, ну и для того, чтобы я спрятался, что мы участвовали и в этом году, мы участвовали, что они были в первую очередь, и они в рейтинге с тем временем, дружно с ними и визжат, не госпитал, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok